И лето вместе с тем не только календарное, но и метеорологическое наступило несколько дней назад. Самый разгар отпусков, самый разгар туристического сезона. Вот о туризме и поговорим мы в ближайшие 15 минут. И сегодня у нас в гостях президент Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров Эрикс Линга Берзинч. От первого лица. Господин Линга Берзинч, доброе утро, Лабрит. Доброе утро. Спасибо, что вы пришли. И начать хотелось бы мне с таких хороших, как мне кажется, лично для вас новостей. И связано это с тем, что вы стали вестником Ассоциации европейских турагентов и операторов. Вот такой вот интересный статус недавно был вам присвоен. И хотелось бы узнать, что это, собственно, означает. Да, но это, я считаю, на самом деле такое достижение нашей ассоциации Латвии, которая является АЛТО. Потому что в европейских странах каждая есть своя ассоциация турагентов и операторов. У нас это наша АЛТО. И ЭКТО объединяет разные ассоциации из разных стран Европы. И в прошлом году был начат такой новый проект Вестники ЭКТО. Где план был найти по всей Европе примерно 10 человек, которые могут стать овестниками, чтобы распространять и помогать европейской ассоциации развивать туризм. И влиять на политику, которая касается отрасли туризма, особенно агентов и операторов. Ну, в таком плане, чтобы агенты и операторы были более комфортабельны, когда они разговаривают с своими правительствами. И с другой стороны, чтобы ЭКТО лучше поняла, как развиваются и какие проблемы в секторе туризма в разных странах Европы. И вот на базе рекомендаций, которые были даны с разными организациями, ЭКТО выбрало 9 вестников. И по всей Европе. По всей Европе, да. То есть от Латвии вы единственный. Я один из Латвии, я один из Прибалтики. Ах, даже из Транбалции. Очень большая поддержка тоже с коллегой Эстонии и Литвы, чтобы представлять в целом те проблемы и ту ситуацию, какая у нас в отрасли туризма здесь, в Прибалтике. Потому что не секрет, что в Европе очень часто доминируют большие страны Греция, Испания, Италия, Франция, потому что там поток туристов в самой большой Европе. Но это не меняет то, что те решения, которые приняты в Брюсселе, влияют и в отрасли, и в Латвии, и Литве, и в других странах. И какую информацию в таком случае вы, как вестник, должны транслировать на европейском уровне относительно туризма в Латвии? Вот каков ваш в таком случае такой главный месседж о нашей стране? В нашем случае то, что мы даем Европе, это то, что если в разных странах Европы мы говорим то, что туризма становится слишком много, и местным жителям не нравятся туристы, потому что есть очень большое давление на местную инфраструктуру, с нашей точки зрения мы говорим, что надо работать с методами, чтобы реализовать такой процесс, как редистрибуция туризма. Это значит, что все туристы, которые концентрироваются в большом числе в разных точках Европы, есть другие места, где их бы мы встретили довольно счастливыми. И мы считаем, что в данной ситуации это основная такая задача Европы, чтобы от туризма, от международного туризма было хорошо не только пару регионов, но и всей Европе вместе. Редистрибьюция туристического потока. Ну ведь это процесс, насколько я понимаю, не механический, и как можно распределить туристов, и как можно заставить туристов, которые привыкли выбирать, не знаю, там, южное побережье Франции, или, не знаю, берега Испании, или той же Греции, или Италии, заставить приехать совершенно в другое место, в северную, можно сказать, страну, на берега довольно прохладного Балтийского моря. То есть вот что это в таком случае за методы, которые должны способствовать вот этому более равномерному распределению туристических потоков? Первое, то, что самое главное, это в целом информация и как мы выглядим на европейском рынке, как хорошо про нас знают, и это та тема, по которой ассоциация говорит уже последний год, это как эффективно работает наш отдел туризма в ЛИА, какие методы они используют и какое финансирование, потому что в этом году, если мы смотрим на то финансирование, которое есть у маркетинга страны, который основной инструмент, как вообще можно обратить внимание на одно или другое направление, это маркетинг туризма. И, к сожалению, мы с нашими 3 миллионами евро за год на страну являемся таким, ну, это в целом несерьезный уровень государственного маркетинга, потому что очень часто, в том числе и в разных министериях у нас есть такое мышление, что вложение в маркетинг туризм это деньги на ветер. Но на самом деле каждый год туризм в Латвии приносит 1 миллиард евро. И наша позиция и наше видение такое, что если бы мы потратили 2 раза больше на маркетинг, тогда мы смогли получить 3 раза больше обратно. И то, что вы говорили, что, конечно, мы не можем предложить среднеземнее море здесь при Балтике, но есть очень разные другие формы туризма. У нас есть культура, у нас есть природа, и на базе туризма, культуры, на базе природы мы можем обратить внимание, что для прогулок не надо только ездить в Алпу или где-то в Италии. Здесь есть большие и разнообразные варианты, как получить качественную услугу здесь при Балтике. И у нас в июле, наверное, не будет плюс 40 градусов, как, например, где-то в Испании. Вот, потому что мне кажется, это тоже большое заблуждение думать о том, что вот прям все туристы ищут там жаркие страны и море с температурой воды плюс 30 градусов. Кому-то хочется, может быть, и чуть более щадящих погодных условий, которые наше лето уж точно может предоставить. Но кто мог бы быть наш потенциальный турист? Вот кому Балтийский регион, скажем так, если правильно, опять-таки, организовать вот эту всю маркетинговую политику, о которой вы говорите, кто потенциально мог бы стать нашим туристом? Ну вот в данный момент те, которые проживают в тех регионах, где в июле-августе плюс 40, Италия, Франция, Испания, где довольно большое количество жителей, есть те регионы, которыми мы можем работать и получить больше туристов, чем в данный момент. Конечно, остаются и те большие европейские страны, с которыми мы уже работаем, Великобритания, Германия, Нидерланды, Австрия, ну вся центральная Европа на самом деле. Но то, что Эктай говорит, что у нас в целом в Европе есть половина всех международных туристов мира. И наша задача от той половины, которая уже есть в Европе, работать на разными способами, чтобы у всех было такое количество туристов, с которыми все довольны. Как на туристические потоки в нашу страну влияет геополитическая ситуация и наше соседство непосредственно с Россией? Конечно, влияет. Но если мы смотрим за последние два с плюсом уже года, тогда мы и Алта, и все другие ассоциации, в том числе ЛИЯ, довольно много работало над тем, чтобы нас воспринимали как часть Европы, как часть НАТО, что здесь безопасно. Конечно, есть до сих пор туристы, которые открывают карту Европы, смотрят и очень много думают. Но если мы сейчас видим те данные, которые у нас за апрель этого года, ну тогда кажется, что в целом мы переломали это воспринятие нас как небезопасного региона. И все данные туризма, они идут вверх. Я даже думаю, что сегодня здесь утром, приходя к вам на Домской площади, я видел, что уже 8-15 утра туристы где-то из Азии уже прогуливаются здесь. Это значит, что это такой очень хороший знак. И я думаю, что мы в этом году увидим, что туризм опять восстанавливается в таком нормальном потоке. Ну туристы из Азии, это, наверное, такая специфическая категория в том смысле, что для них Балтийский регион не является такой вот конечной точкой назначения. Это все-таки один из таких небольших этапов некоего глобального путешествия по Европе. То есть сознательно вот приехать сюда, ну, наверное, мало кто все-таки выбирает. Или нет? Нет, то, что касается Азии, это и так, и это тоже, ну, такая работа, где мы можем делать больше, это сотрудничество с Литвой и Эстонией, чтобы мы смогли продавать весь регион. Конечно, есть европейские страны, где будем продавать только Латвию как направление, но если мы смотрим более глобально, на таком более большем, крупном масштабе, тогда мы считаем, что это вопрос, как мы сотрудничаем в Прибалтике, в том числе с Финляндией и даже, может быть, с Польшей, чтобы мы сделали такой, ну, маршрут, который идет по этому берегу Балтийского моря. Давайте поговорим об актуальных для нынешнего сезона, лета 2024, тенденциях. Что выбирают туристы уже непосредственно, которые уезжают из Латвии, из Балтийских стран? Наверное, сосредоточимся все-таки на Латвии, на наших с вами соотечественних. Какие актуальные тенденции вы могли бы отметить в этом сезоне? Ну, я бы хотел отметить, что в этом году наши туроператоры очень хорошо поработали, чтобы летом в меню туров, ну, был очень разные интересные направления. Конечно, Турция, Греция — это всегда классика, которая не меняется и ничего не может изменить нашу страсть к этим странам. Но в этом году мы видим, что есть очень большой интерес, например, к Албании, есть интерес к Черногории, и все еще есть места, которые, ну, ищут в среднеземном регионе, но что-то чуть-чуть другое. Если раньше мы видели, что основной поток в Испании, например, идет в Барселону, Каталунию, то то, что у нас сейчас есть прямые рейсы в Алаканте, в Валенцию, тогда мы видим, что есть и спрос посетить и другие места. Вот я поделюсь вам, знаете, говорят, есть такие социальные пузыри, и, быть может, дело именно в нем, в таком социальном пузыре, но я, глядя свою ленту в Фейсбуке, у меня абсолютно ощущение, что мои, так скажем, френды фейсбучные просто это какой-то флешмоб по путешествию в Испанию, и у всех геометки стоят Торевьеха, да, вот все там. И я, на самом деле, задавалась часто вопросом, вот с чем связаны вот эти вот какие-то волны, да, вот то один год почему-то все повально уехали на Сардинию, вот почему-то, да, другой год все в Испании, третий год еще какая-то географическая точка, куда вот очень много людей прям массово едет. Чем это связано? С доступностью авиарейсов, с маркетингом каким-то грамотным, который осуществляет вот данное направление? Что это? Ну, я бы сказал, это всегда комбинации разных факторов, это то же самое, как в моде. Почему один год в моде красный цвет, а другой зеленый? Ну, это так сходилось. Но если мы говорим про Испанию, то в данный момент из Риги у нас есть 8 или даже 9 прямых направлений, где можно поехать. И это, конечно, влияет на предложение в целом, ну, куда люди добираются. Но в Испании всегда делал очень хороший маркетинг в дестинации, они очень тщательно, ну, могут поймать свой сегмент туриста и предложить именно то, что необходимо. Если мы смотрим на разные среднеземные регионы, ну, в Испании есть всё, еда, культура, море, отдых, природа, ну, это уникальная комбинация. И относительно доступные цены. Да, то, что я хотел сказать, если мы сравняем с Италией или Францией, тогда цена в Испании будет получше. Более привлекательная. Вопрос от наших радиослушателей. Жидать ли горячие туры, горячие туристические путёвки? Насколько будут привлекательны цены, стоит ли на них рассчитывать? Я бы сказал, что основные, лучшие предложения всегда можно поймать, если бронировать путешествие пораньше, не попозже. Там мышление, которое было 5-6-7 лет назад, что надо ждать последнего момента. Ну, есть, конечно, можно поймать предложение, но лучше планировать путешествие, потому что в целом запрос на туризм, он растёт. Мест не становится так быстро больше, чем мы хотели. И поэтому, если есть какое-то направление, где вы просто сидите и ждёте, когда будет горячее предложение, тогда можно остаться без... То можно, не дождаться. Можно, не дождаться, да. А вот за последние годы привычки путешественников тоже достаточно сильно изменились, и сейчас очень многие люди предпочитают самостоятельно планировать маршрут, искать дешёвые билеты, проживание. Вот не увело ли, так сказать, от туристических фирм, туристических агентств, может быть, какую-то значительную часть клиентов именно вот такие новые, скажем так, привычки путешественников? Все могут организовать свои путешествия, но всегда надо вспоминать вопрос, что это такое путешествие. Или это работа, или это отдых. Есть сравнительно много тех наших клиентов, которые хотят сервис. Они хотят, чтобы о них позаботились, они хотят, чтобы в тот момент когда-то что-то не так, что гостиница не такая, как выглядели в рекламе, чтобы был номер, кому позвонить. И это услуга, за которую есть люди, которые готовы платить. Но есть те, которые хотят сами стать своими микроагентами, свой отпуск, решать проблемы, которые создаются в процессе путешествия. Мы не можем запретить ни тот, ни другой вариант, но можем только упомянуть, что когда вы едете отпуск, наверное, вы хотите отдохнуть, а не работать. Ну и поэтому, так же, как есть автомеханик, парикмахер, есть и турагент, который делает работу, чтобы вы получали удовольствие от своего путешествия. Правда ли, что опытный и действительно хороший, очень высококлассный турагент, туроператор может найти для своего клиента цену настолько привлекательную, что она могла бы даже, может быть, в какой-то мере посоревноваться с горячими предложениями? Может, потому что турагент работает с разными базами данных, с разными системами резерваций, которые в том числе и являются такими, которые открыты только для бизнес-то-бизнес сегмента, где турист сам не может попасть. Ну, это часть структуры туристической системы, и поэтому агенты все еще существуют, и есть люди, которые попробовали путешествовать с агентами, где есть и хорошие предложения, где есть услуга, и продолжают это делать. Ну, поэтому, как бы есть, мы видим, что есть разные варианты, как самому все сделать, но если мы смотрим про оборотов сегмента турагентов и туроператоров, тогда нет таких индикаций, что она сокращается. Еще немного о ценах, что можно сказать о том, насколько они изменились за последний год, что стали ли дороже путешествия, подорожали ли путевки? Туризм становится дороже, и, ну, это процесс, который начался уже после пандемии, но это относительно только с тем, что в целом мире запрос на туризм, он растет, туристов становится больше. В Европе, если мы смотрим, тогда инфраструктура есть, какая она есть, она не расширяется так, не развивается так быстро, как мы хотели, и поэтому цены растут, и, ну, наверное, в каком-то, в каких-то рамках они будут расти и дальше. Ну что же, спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, сегодня в гостях у программы «Домская площадь» был президент Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров «Эрикс Линга-Бердинч». Еще раз благодарю вас за разговор. Спасибо. И хорошего дня. Домская площадь. С добрым утром.